приветствую друзья на связи андрей жариков сегодня с нами дмитрий радкович прошу любить и жаловать всем привет да мы сегодня собрались провести такую беседу интервью можно сказать ну вот хотелось бы дмитрий узнать о твоей истории на кого-то учился чем вообще занимался до того как занялся криптовалюта и так далее вот эту всю предысторию ну я наверное как и многие все люди которые родились при советском союзе ну профессию а работают соответственно не по своей основной профессии но это да да то есть но родился я естественно москве я живу в москве на данный момент родился я доблестном городе самара учился там учился и есть образование строительное у меня два строительных одно средне техническое промышленно гражданское строительство второе выше естественно это было давно потом поездил по всем регионам российской федерации естественно ну и вот путь привел москву естественно здесь живу давно уже заниматься инновационными технологиями естественно крылья на кайте технологий с 15 года мы углубленно изучая очень технологии не только как криптовалюту криптовалюта это исходная от блокчейн естественно первичный идет блокчейн потом уже какая-то криптовалюта от блокчейна как актив 15 года мы изучали плотно работаем в рынке инновации делаем различные эти продукты для банковского сектора для крупных корпораций в том числе и вот с 15 года изучаем ходы блокчейна и пришли к мнению что нужно делать прорывные технологии все все люди хотят зарабатывать зарабатывать на том на чем зарабатывать сейчас гипермаркеты ну и так далее да то есть это рынок очень конкурентный нужно делать именно такую прорывную инновационную технологию интересную эксклюзивную и тут естественно понять как монетизировать вот мы на этом сосредоточились извини прерву немножко хотелось бы вернуться вот потому что ты сам про себя сказал что был строителем да а вот как вообще знакомство с криптовалютами это произошло в каком году ты впервые услышал об этом но строителем я был до 21 года а сейчас мне 43 21 год 22 я закончил со строительства уволился с должности инженера контроля качества с инженерской должности контроля качества за наземным строительством это организация ездил также по командировкам на север ямал-минецкий автономный опыт если уж так историю брать начиная с 18-19 лет строительство нефтепроводов трубопроводов и так далее потом потом уже ушел из этого ушел больше бизнеса до 90-е года естественно также я был знакомый с млм индустрии в свое время потом уже долгое время жил в екатеринбурге с екатеринбурга уже потом на какое-то время вернулся в самару там на полгода потом из самара уже перебрался в москву занимался здесь консалтингом консалтинг в области построения отделов продаж в разных секторах бизнеса то есть это работа была руководителем департамента экспертного отдела в том числе потом сами этим занимались довольно-таки успешно были и параллельные бизнесы и строительство производства в мебельных компаний много чем понятно разные сферы разные сферы естественно есть опыты в бизнесе и положительные и отрицательные естественно как у всех криптовалюте но в пятнадцатом году мы начали уже изучать то есть это не был такой скажем тренд мы только начали наблюдать и изучать что это такое знакомиться можно помнить на уровне хайпа и роста трейдерства ну естественно с этим тоже сталкивались но углубленно смотрели на применение самой технологии потому что первичное знакомство людей с криптовалют естественно идет через деньги через трейдерство потом это как бы отходит на второй план и хочется разобраться и понять что за как бы технологии первично должно применяться если технологии применяться применяется актив растет в цене то есть про битку ты первый раз пятнадцатом году услышал или раньше чуть-чуть пораньше естественно раньше к этому честно так относился скептически как и многие а потом уже приглядывались приглядывались естественно прикупали как и всем и немножко постепенно и биткойн и эфириум и следили за технологии эфириум в основном потому что bitcoin это понятно но это бренд серьезно то есть это первая валюта это блокчейн это децентрализация естественно все классно то есть историю биткойна вряд ли кто-то повторит я имею ввиду как вот монеты нужно для перевода денег с точки а точку б стало интересно технологии эфириум смарт-трантракты потому что мы понимаем что технология интегрируется бизнес она интегрируется бизнеса будет пользоваться вот для применения и вышли на те параметры которым сейчас занимаемся это свои продукты свои проекты на базе своего вообще в том числе которую мы сейчас ли запускаем в рынке то есть но ты считаешь что вот я много слышу таких мнений что да за блокчейном будущее потому что с помощью блокчейна можно можно его внедрять самой разной сферы жизни где требуется именно контроль обеспечения прозрачности да вот эти вот моменты да есть такое на самом деле но мы столкнулись с чем лично свой опыт передаю да мы сначала начали разрабатывать базу тар в семнадцатом году мы начали программе децентрализованную базу для управления базу данных для управления контентом оазис а это просто блокчейн и продукты это не блокчейн мы столкнулись с тем то что мы поняли что если мы будем запускать на эфириуме или на каком-то другом блокчейне то есть нас могут рано или поздно подвинуть да то есть есть такое понятие немножко подкрутить под шаманец и нас отодвинуть фондейшн эфириум капитализации монета у нас продукт эксклюзивный как у нас отжать но это все равно что если проводить такую аналогию вы построили гостиницу а земля которую построили вам не принадлежит ну понятно да 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 мнению мы начали делать базу данных а вот где-то в восемнадцатом году мы пришли к мнению что нам нужно свой блокчейн у нас есть бизнес связи и политсвязи и ресурсы и серьезные здесь в москве мы понимаем что мы знаем как делать продукты на блокчейне для бизнеса как волчейн интегрировать бизнес опыт программистов наших серьезный наш опыт серьезный мы понимаем как с этим работать поэтому пришли к мнению что нам нужна своя блокчейн платформа и уже на своей блокчейн платформе можно возводить какие-то проекты в том числе и базу данных в офис поэтому мы в восемнадцатом году быстро подняли свою блокчейн платформу не путем программирования с нуля а сделали хардфорк хардфорк эфириума мы сделали но мы сделали не форк блока а форк кода и нам так еще подпортило то что тогда летом доступе был там некий протокол постмайнинга то есть эфириум сейчас хочет перейти на постпротокол а мы уже изначально запустились на постмайнинг то есть у нас не пробовал ворка пропал стоит вот по большому счету это новый блокчейн но с технологии смарт-контракт как у эфириума не полностью адаптивные под нас монету мы сейчас выводим ноябре на биржу именно монет блокчейн естественно будет висеться в несколько раз дешевле чем эфириум то есть по 4 доллара то есть обслуживание смарт-контрактов в нашем блокчейне в разы дешевле чем получение эфириум и мы быстрее в несколько раз поскольку на постмайнинг у нас 200 транзакций в секунду столкнулись мы с чем возвращаться блокчейна прозрачности не понимает что это такое могу откровенно сказать они как бы понимаешь что это круто классно а что это такое новая фишка до модно фишка что это за абстракция они говорят то есть ты им говоришь это вот это они то ясно как бы не хочется внедрить но есть пионеры которые это внедряют начинают постепенно пробовать а есть более консервативные ребята которые говорят ну надо пробовать и без нас пока да на самом деле то есть там принципе рисков нет никаких но получается так то что им эта система непонятна рано или поздно они естественные внедря либо на блокчейн либо попросит сделать их приватный блокчейн бывают разные приватные публичные вот из наступлений германа грефа руководители сбербанка я так понял что он энтузиаст криптовалют вроде бы как он даже там с виталием бутерином встречался и как-то у него прозвучала такая фраза что типа банки в нынешнем их виде через несколько лет уже не будут существовать вот я но не мне нос с трудом могу представить чтобы сбербанк там со множеством филиалов куда-то делся вот как как ты понимаешь кину а о чем он говорит то есть как система блокчейн может там вытеснить банки к примеру вот как ты это видишь ну она может вытеснить банки но я так думаю не в российской федерации российская федерация российская федерация здесь у нас минодалитет людей другой оспаривая слова германа грефа естественно я не буду это сто процентов и он один из первых внедряем эти технологии даже сбербанки опробируют как можно исчезнуть сбербанк которого самая большая филиальная сеть федерации ну никак блокчейн технологии естественно они будут использовать в принципе если мы сейчас посмотрим как мы по чем мы пользуемся наличку уже мало кто использует карты а это в любом случае уже электронные деньги как это сущность будет называться то есть для человека это может называться рубль а там под рублем покин по большому счету мы так же и делаем когда бизнес нам говорит давайте внедрим блокчейн мы говорим как вы своим людям будете объяснять рынок ты не готов к этому не понимают что такое токен как с ним работать поэтому многие предприниматели которые внедряют я просто знаком с крупными компаниями здесь такие как дилерли клава например москета агрегатом они используют токенизацию своих некоторых проектах у них так токен есть но они для физлистки используют эту систему не называют токен может назвать баллы лояльности как угодно потому что пока что рынок в массовости своей он не готов но постепенно постепенно это все равно произойдет заменить централизованный банк ну я думаю навряд ли но все равно децентрализация она уже происходит уже биткоином пользоваться как ликвидным расплачивается апартаменты можно снять в ликвидных монетах я имею в виду коин там эфириум дэш рифу и так далее как на твой взгляд идет процесс вот легализации криптовалют потому что понять я как-то слышал выступление юриста как она сказал то есть точки зрения законодательства крипта это такой суррогат то есть это ну потому что в законодательстве как бы не прописан не оговорено что это такое вот идет как-то процесс в этом плане или к легализации и так далее процесс идет и мы знаем что осенью скорее всего но не осенью может ближе к новому году он будет зарегулирован в российской федерации я это наша любимая избитая тема знаете почему не происходит регуляции если мы берем органы до которые пишут законы они в принципе не разбираются что это такое вообще экспертов в этом рынке действительно экспертов очень мало мы со своей стороны участвуем в этих процессах регуляции тоже пример мы являемся членами бизнес ассоциации такой крупный бизнес ассоциации авантия называется есть офис москве у нас арицкартами том числе если зайдете на сайт businesspatriot.ru называется мы там присутствуем в разделе как раз больше технологии инноваций то есть я и мой партнер по бизнесу александр неймар в том числе он возглавляет блога я отвечаю за работу то есть можно посмотреть на структуре организации мы присутствуем там есть раздел проекта если вы зайдете в раздел проекта там есть статьи то есть о нас написало очень много сми то есть первым блокчейн мы запустили в соучредительстве с ассоциацией авантия в том числе потому что входит слишком 15 тысяч предпринимателей мы понимаем что мы экран или поздно всех приземлим блокчейн платформа это есть основная капитализация монетизация ну и самое главное мы выставили с инициативой по регуляции и формирование крипто офшоров в российской операции там есть тоже большая статья можете почитать прямо на сайте нас написали в том году по моему в июле или в августе запустили свыше 200 смей хотя мы так они подхватывают сами пошло 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 с инициативой да но мы не то что с инициативой мы прописали полностью инструмент регуляции там же вопрос не только законодательно чтобы законы при нужны инструменты контроля для основных игрок для двух регулирующих органов дцб и фсб банк и соответственно вот это все мы предложили сделать опшоры в тех местах которые уже есть это в российской федерации это ленинград и дальний восток остров русский мы прописали как что даже сделали инструменты для регуляторов рынка и это лежит у нас в минэко то есть и вот это все там убираются рабочие группы воробийские группы и так далее мы участвуем в этих процессах по-своему то есть нам это интересно почему потому что там везде для нас это имиджевая история но если мы их продвинем и зарегулируется там везде заложен наших очень платформа так или иначе научат на это капитализация этот проект так живут по регуляции у нас лежит еще показе в том числе это нескольких странах и тем и технологического населения меньше и процесс принятия решения происходит гораздо быстрее вот так или иначе двигаются к регуляции и это хорошо и регулировать нужно мягко потому что если зарегулировать неправильно не придет сюда никто это самое главное потому что если зарегулировать будут участвовать банковский сектор соответственно банк придут серьезные ребята серьезные проекты а это длинные деньги в экономику или на стране поскольку сейчас идет много разговоров о следующей волне кризиса и в штатах там нарастают у них экономические проблемы и так далее то есть россия накапливает золотой запас как на твой взгляд вот рынок крипты но именно как можно сказать такой план б да ну есть разговоры что даже там может быть в россии нам выпустить какую-то государственную криптовалюту и так далее вот как на твой взгляд это реалистично или все-таки у нас еще ну наше руководство такое более консервативно но на это не пойдет если брать вот эти политические геополитические истории не сложно комментировать я просто думаю моё личное мнение рынок еще молодой там формируется он растет капитализация там она увидела по большому счету что такое 21 миллион по курсу там даже по 10 тысяч долларов могут собраться несколько ребят скинуться выкупить у всех все и просто эту флешку сломать закончилась криптовалюта закончился биткойн закончился но это никому не интересно потому что все развивается в жизни по спирали выходят новые технологии население стране в мире растет людей нужно занимать завязано много много всего если просто так ничего не бывает это все процесс развития который формировался изначально если брать что с этим произойдет но я так думаю что если биткойна торгуются все валютные пары то это уже понятно то есть это раз крипто рубль я не понимаю для чего он уже есть он есть электронный уже есть карта сбербанк или слайд друг другу деньги электронный платеж элементы крипто шифрования естественно прослеживать все транзакции то есть можно подставить это под молчей чтобы все транзакции были прозрачны чтобы не банк этот контролируем а видно было все вот такая история отдела скрипта рубль я вообще не понимаю для чего вот он и сейчас есть если еще появится крипто рубль я как пользовался крипто обычным рублем системы платежа так и буду пользоваться но если предприниматель принимает биткойн я биткойна могу платить зачем мне крипто рубль по большому счету я не вижу любая криптовалюта она должна быть чем-то обеспечена это технологии в основном технологии либо это уже стейблкоин который обеспечен там долларом золотом ну допустим как тезер он обеспечен реальными добрами и уже несколько проверок они проходили да здесь есть насколько наимиссированы тезер то есть юсдт каждый подкреплен дом он стабильно не волатильный небольшой спред идет они на этом зарабатывать они как говорят ребята вы можете у нас взять доллары попользоваться вот эти тезеры а мы у вас обратно их выкупим но выкупим чуть-чуть подешевле чем у нас все знают и мелкая разница в любом случае для для чего нужна государственная криптовалюта на мой взгляд для того чтобы просто бумажные деньги убрать вообще из опорота ну и там дальше много всего можно сами рассуждать а с другой стороны вот действительно получается смотри то есть ну вот как мы удивляемся допустим переводы криптовалюты мгновенные с минимальной с минимальными транзакциями банки всегда норовят наживиться да на каждых там на всех переводах то есть действительно если дело пойдет вот с внедрением блокчейна то наверное наступит момент когда действительно банки как вот этот посреднический механизм но и не исчезнут но наверное сильно трансформируется в сравнении с тем что сейчас мы имеем да да но так оно и будет будет некая трансформация но как мы с вами понимаем из публичные децентрализованные блокчейн а есть приватные вот если мы возьмем допустим блокчейн биткоин или эфириума дали бы наш эфир у нас называется он эфирус то у них децентрализованная комьюнити принцип то в чем заключается что я могу быть участником перевода как майнер я проверяю транзакцию но не я алгоритм записываю блок принимаю я получаю вознаграждение майнера за две вещи за проверку формирования блока и за саму транзакцию с перевода и комиссию допустим если мы берем вообще биткойна там две приоритетные стандарт и я сам как майнер решаю какую мне транзакцию подхватить для того чтобы заработать данном случае конечно физическим лицам поскольку в этой схеме могут участвовать физические лица стать майнерами и зарабатывать деньги грубо говоря это тот же самый пассивный доход но есть некоторые капиталовложения майнинговое оборудование если профорфорк если профорфстейк то это гарантийный депозит который находится у тебя разная технология но профорфстейк он более народный более децентрализованный потому что все-таки в рынке профорфорка майнинг сложно уже сейчас участвовать попробуйте там конкурируйте с промышленным майнингом эфиром а профорфстейк это позволяет вполне поэтому если мы берем банки я думаю скорее всего они будут сделать приватные получили которых будут свои ноды которые будут переводить транзакции вот но тут зависит еще от чего скорость транзакции перевода денег зависит естественно от блокчейн и когда мне говорят мы сделали блокчейн миллион транзакций в секунду но это вранье полное а блокчейн и на это не способны потому что законы физики обмануть невозможно природы потому что на согласование одной транзакции в ней участвуют все майнеры все майнеры должны подтвердить транзакцию что она правильная на это уходит на согласование бред когда-нибудь конечно они ускорятся технологии будут меняться но на данном этапе профорфорк это более медленная профорфстейк более быстро поэтому банки могут использовать приватный блокчейн допустим у них там не сотни тысяч майнеров которые перевозят 7 8 но конечно согласование происходит быстро транзакции но это не публичный а если они будут переходить на публичные только в том случае чтобы обеспечить население как бы доход за счет маленького вариантов очень много я с вами полностью согласен скорее всего будет некая трансформация оазис именно вот сфере создания блокчейна вот этих разработок блокчейновских он можно можно ли сказать что он лидирующие позиции в россии занимает или одной из одну из лидирующих сейчас объясню то есть у нас два про то есть у нас получается одна эти компании у нас два два продукта первый продукт это блокчейн который был сделан для своих проектов которые мы будем делать второй оазис просто мы разделили на 2 юрлица причинам есть юрлицо эфирус есть юрлицо оазис децентрализованная база дам если мы берем блокчейн 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 платформы в мире ну достаточное количество популярные мы все знаем достаточно зайти на coin market и посмотреть а децентрализованных баз данных в мире вообще не только в россии первая единственная команда которая практически доделала эту технологию то есть это эксклюзивный продукт аналогов которых нет то есть на если вы забьете в гугле в английский децентрализованной базы данных выскочит там 30 компаний кто в этом рынке развивается но не одни из них это не база так вот хранение блокчейне каких-то файлов это есть опасно их не существует было две команды которые параллельно с нами эти команды которые правильно сами что-то делали это индусы и китайцы и мы в том числе мы проводили оси в семнадцатом году на это данная история они тоже успешно мы провели 17 года разрабатываем оси проходил в основном это европа-америка у нас есть юрлицо в голландии посвященный у нас даже два направления то есть это больше лабораторию решения а уазис коммерческий код он не будет в открытом доступе этого интереса комьюнити инвесторов которые заходят соответственно в этот продукт потому что все заходят себе зарабатывать поэтому если мы посмотрим в гугле там в основном хранение получения баз данных нет эти две команды которые стали параллельно работали они как бы все они слились стояла даже в планах доделать продукт скорее всего собрали на оси вывели там на лестниках практиковалась на семнадцатом году обернули деньги инвесторам часть оставили себе и успешно ушли с рынка мы постоянно просто мониторим и недавно мы были вот 20 нас приглашали в германию была неделя блокчейна была панельная сессия был блок централизованное хранение нас туда приглашали как экспертов с наступлением у нас выступал как наши эти директор нас дмитрий хочет эти директора учредители у нас теперь по кибер безопасности и так далее он по-английски все там презентовал рассказывал мы смотрим то что в этом рынке кроме нас никто не развязать наш продукт очень сложный мы программированы два с половиной года а если случае с блокчейнами с какими-то другими решениями ты можешь полагать на гитхабе посмотреть консорс коды какие-то потому что в открытом доступе чтобы часть технологии у кого-нибудь выражаясь русским языком стырить и не смотреть себя подработать в случае вот с тем что мы делаем даже подглядеть смотреть него говорится поэтому долго но работаем в этом случае русские программисты оказались впереди планеты всей да могу сказать ценится в мире русские и украинские программисты и в силиконовых долинах сидят китайцы код не умеют делать дмитрий а кто вот целевая но у любого бизнеса особенно если это битуби да то есть у любого бизнеса есть целевая аудитория вот кому именно особенно нужен такой продукт вот база данных на блокчейне база данных это не блокчейн база данных это эволюция настройка на она берет из блокчейна три основных элемента то есть это элементы криптошифрования то есть информация сшифрована может храниться может свободно можно давать доступ можно не давать 3-м лицам контрагентам элементы криптошифрования второе всю технологию смарт-контрактов и третье эмиссию своей монеты стоке но здесь криптовалюта то есть сам токен занимает ровно один процент от всего проекта почему потому что проект международным представьте там вы находитесь в америке и храните свою информацию базе данных уазис вы напрямую оплачиваете услуги тем людям которые хранят вашу информацию вы их не знаете они вас не знают 300 долларов будет на хранение контента на сервере далее вы находитесь вы не переплачиваете вы также платить 300 долларов но в токенах проекта но допустим а я нахожусь в россии а кто-то в украине кто-то другой стране и часть части мы контент этого бизнесмена лежат у нас и мне приходит оплата мне не может долларами перевести потому что это противозаконно и один не один центробанк поэтому используется токен в принципе если мы убрать и перевести на валюту проект будет спокойно работать просто здесь токен нужен какие-то платежи стоит платеж внутри системы вот а для кого нужен ну давайте представим что если вы наблюдаете за рынком вообще в целом сейчас все же в цифровом видео вообще все и цифровое телевидение в том числе у нас ноды можно раздавать цифровое телевидение и эту ноду никогда нельзя будет заблокировать и для разработки интересны долго можно рассказывать применение много если мы возьмем любой бизнес малый так еще средний который вырастает чем больше обороты может вызываешь интерес интересно называешь как все рейдеров органов скрывать нечего поэтому моя информация моего бизнеса она должна быть на этом сохранена не только коммерческой или как черный бухгалтере я вообще про это не говорю какая-то коммерческая тайна производства еще как что-то актериентская база много всего нужно ее хранить таким образом чтобы доступ был только у меня а если я храню как сейчас это все происходит централизованное хранение грубо говоря я свою информацию храню какого-то человека на сервере он имеет не доступ может приторговаться может сливать конкурента может может мой сотрудник может сделать можно сделать системный администратор может сделать ну как вам сейчас выясняется у нас военные секреты он продаются запросто за границу зайдете на ресурсы и посмотрите как бы сайты где пишут обзломок системы так далее так далее каждый день это то что заходит до прессы а многие вещи не выходят всех ломают в америке это вообще проблема у нас просто но ты съесть туда инвестировали в офис у нас там уже есть люди кто с нами кто продвигает эту технологию в америке 30 миллионов малых бизнесов только малым и у всех проблема взломок почему почему потому что там нет дебетовых карт на только кредитные карты и данные моих клиентов допустим на среднем бизнесе я не знаю какие-то занимаюсь в любую жайку вот он у меня клиентская база которым я возрасте станет оплачиваться кредитными база моих клиентов вместе с базой кредитных карт бежит на компьютере на сервере что делать хакеры хакера ломают мою базу данных извлекают и оформляет пейкевую ипотеку ого она одобряет почему потому что приеду данные кредитные карты есть помимо есть полюс есть все кредитная история хорошее данные реальные да это действительно проблема в америке и мы там сейчас реселем то есть предлагаем хранение инновационные там вполне согласны занимаемся параллельным продвижением вот поэтому если мы рассмотрим это глобально да это интереснее все и бизнес интересно хранить свой контент так что доступ только у меня ключ шифрования только у меня нет никакого контрагента даже мы как компания через нас эти данные не проходят ни деньги не данные бизнес себе скачивает программку там на macos либо на windows как обычный сервис все то есть таблица там есть файлы он сам называет поиск по файлам по документам все и туда соответственно кладет свою информацию она смарт-контракт нужно тоже мы убрали человеческий фактор потому что без земли я человеческий фактор но создать алгоритм который распространяет эту информацию о нодам сервером тех людей у себя хранит эту информацию и он тут же бьется на кусочки шифруется бьется на кусочки делаются как минимум пять плюс копий и раскидывается по всей децентрализованной сети если я захочу поработать со своими документами да я просто набираю от эфириум открывается моя программа я подтягиваю документом дешифруется тут же я уже подтягиваю могу изменить погода доступ к контрагентам или партнер в америке это интересно страну который под санкциями работать по бизнесу потому что применение на самом деле много а для авторского контента в том числе потому что никто не без меня без моего ведома не может скачать не тренинг не песню не видеоролик и фильм вообще ничего вот если я дал доступ для скачивания тогда да посмотреть пожалуйста скачать невозможно я помню когда помнишь появились эти диски blu-ray там же было время когда очень активно пытались защитить вот эти фильмы от пиратства и ничего не получалось потому что фильмы выпускали буквально за короткий период сразу же взламывали то есть вот с помощью такой технологии можно обеспечить действительно надежную защиту а совершенно верно я просто проведу аналог да все знают что такое сеть торм до браузер и тупи протокол и тупи обмен а вот если мы возьмем сеть торм ее же тоже никто не сломал не запретил но она нет не децентрализованная и она не основана на получении технологии это волонтерская сеть то есть я могу точно так же своем компьютере хранить фильмы и кто-то заходит на централизованный сайт где идет описание на какой ноте лежит тот или иной фильм и если я сети он может скачать а если я не сидите его не скачивать и это очень медленно и это не коммерческая сеть вот если мы сравним то база данных уазис она полностью децентрализована раз она сотни раз в миллион раз быстрее чем торм и контент всегда в доступе потому что если я закрою свой компьютер и информация которая у меня лежит она будет недоступна то на другом компьютере всегда хранится несколько копий а по законам мат статистики 5 плюс копий не могут одновременно 5 компьютеров быть в недоступно но я как бизнес как бизнесмен могу делать сколько угодно копий просто дополнительный план на всякий случай и я так понимаю что но именно наличие компьютеров разбросанных в разных странах она тоже снижает риски ну например там в какой-нибудь стране стихийные бедствия там целый район без электричества без интернета да вот эти моменты да 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 как вариант это можно хранить на компьютере можно хранить допустим у меня есть там три компьютера на каждом есть жесткий диск они как правило посту все мы пользуемся телефонами как сделать так чтобы не мой компьютер приносил доход я просто делаю покупаю определенное количество монет если торрент это волонтерская сеть потому что там нет зоны ответственности никакой то здесь блокчейн это майнер то в базе данных это фармер такое понятие фармер хранение информации здесь фармер то есть я заинтересован мне мой компьютер то есть приносил спасибо что я могу три компьютера объединить в одну сеть увеличить объем будет вытащить старый жесткий диск поставить на тарабайт объединить в одну сетку и поставить одну программу поставить одну ноду на все три компьютера то есть это по принципу постмайнинга покупая определенное количество монет на гарантии или депозит он лежит также у меня на моем кошельке программе почему это сделано поскольку мы не знаем что это за человек система должна быть пфт устойчивый раз защищена от зломов 2 и от внутренних права 3 мы же не знаем может этот человек будет тосить сеть ломать контент нарушать контент поэтому здесь существует гарантийный депозит который с одной стороны позволяет человеку зарабатывать а для всей системы это гарантия того что он не будет зловредный ног вредить потому что если он повредил один раз второй раз третий все это конечно по алгоритмам вычисляется но если он делает намеренно намеренная такая нода депозит арестовывается изымается и вот эти токи на сжигаются все и человек это безопасно поэтому здесь он просто подключает несколько компьютеров формирует локальную сеть имеет один гарантийный депозит и может купить специальное оборудование том числе там я не знаю сервер поставить ноду и хранить все чужой контент то есть мы сейчас если мы рассмотрим этот рынок это очень классами как ты говоришь там одних малых бизнесов сша там 30 миллионов да вы просто сделали аналитику нами заинтересовались венчурные американские фонды которые готовы инвестировать мы делали сделали такую финмодель и без предложения короткие на языках английского на мы там сделали анализ полностью и финмодель прописали на пять лет вперед как будет капитализироваться компания как будет расти монета поскольку гибридная модель мы не можем а венчурные фонды это все-таки фиатных средств инвестируют и мы не можем сказать что это может быть x10 и x15 в год они просто ребята не нормальные пессимистичный сценарий взяли поскромнее скромнее да очень скромный пессимистичный сценарий показали как будет развиваться капитализация компании монеты как будет расти в течение пяти лет вот и мы провели анализ рынка сколько в этом рынке в принципе сейчас происходит оборота вот там основные игроки показаны рынка мы знаем что цифровой контент двор в сто раз увеличивается каждый год только бизнес люди живут цифровой контент сейчас я запишу на компьютер выложишь youtube и так далее фото видео аудио инстаграмы это все цифровой контент его надо где-то хранить этот рынок прирастает 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 основные игроки кто меньше корпорации google microsoft вот мы можем мы влазим в этот рынок за централизованную систему и с другими принципами инновационного хранения когда на твою информацию никто кроме тебя повлиять не может вообще не вот и что и предлагаем это инновационную модель и тут физические лица могут зарабатывать в том числе на хранение информации каждый сколько хочет есть него пространство жесткого диска окей хочет увеличивает увеличить зарабатывает больше но не нужно как бы завышать ожидания людей потому что наши люди к чему приняты хочу вложить 100 рублей через месяц учить еще лучше миллион это конечно классно все и мы знаем с вами такие примеры когда человек купил биткойн шестнадцатом году два восемнадцатом семнадцатом продал 17 декабре по 20 а есть и наоборот кто в декабре и как правило наоборот больше чем больше чем поэтому тут нужно понимать что это бизнес у бизнеса есть период созревания и развития естественно сразу же много денег невозможно заработать но это будет полномерный рост если сначала компьютер будет приносить 200 300 долларов в месяц 400 то потом чем больше информации заходит чем больше копий заходит на ваш жесткий диск соответственно больше будет доход плюс еще монета начинает расти а фармеру то есть человек который хранит ему без разницы он не он не майнер он не генерирует новую монету он получает от бизнеса в токен оазис тут же его перевоставляет то есть там эмиссия ограничена тут же перевоставляет на биржу а выходит 5 биткойн если он хочет поиграть с курсом он просто не перевоставляет на пиржу оставляют у себя если надо ждет рост но это уже у реки есть большому счету и вот когда ты говоришь венчурные фонды посмотрели вашу оценку и так далее как их это заинтересовала информация увидели конечно сейчас ведем работу потому что нужно нужно инвестировать проект немного то есть мы делаем свои средства мы в любом случае вы сделаем просто если мы хотим если мы хотим быстрее поскольку конкурент нет но если мы возьмем крупные корпорации через два-три года естественно нас заметит либо сделают что-то подобное но сами прекрасно понимаете такую быть первым вы это здорово это мы заинтересованы быстрее сделать раскидали информацию у нас там есть менеджеры которые работают с пищевыми фондами сейчас мы ждем от них информации то есть ответа у них есть квоты эти квоты обязаны проинвестировать фондов сколько не важно кто-то миллион долларов 3 кто-то 5 нам много не надо мы никогда не собираем много мы поставим там задачу максимум пока на первоначальном этапе от 1 до 3 миллионов долларов нам вполне достаточно чтобы запуститься в начале следующего года то есть мы сейчас запускаем в ноябре первую часть продукта это хранение любых файлов сети уазец а функционал базы данных мы запустим либо двадцатом году в первой половине если доинвестировать получится быстрее запустимся раньше то есть а сейчас мы уже никакой сего стартапы дел дайте нам денег потом мы уйдем на три года в разработку а потом дадим продукт мы поступаем наоборот но уже сейчас сделали про то сейчас мы продаем ноды фарминга люди уже могут ставить себе ноды и с ноября начинает зарабатывать чтобы человек вот как ты говоришь начал зарабатывать на мне предоставлять место на жестком диске каким а свободным местом он должен располагать 500 любой компьютер жесткий диск от 500 любой компьютер здесь не важно не вычислительная мощность поскольку майнинга не происходит как может быть обычный компьютер вообще любой марки самое главное у него вот и говоришь допустим смотри у человека есть жесткий диск на 500 но из этих 500 допустим 200 занято уже какими-то программами или это не играет роли это не играет роль но мы рекомендуем что объем жесткого диска на компьютере был хотя бы от 500 если у нас занята ч 5 занята он будет получать ровно столько сколько он закачал а так он может что вытащить жесткий диск сколько сейчас стоит жесткий диск на карабайт внутри ну 5 меньше поставить новый жесткий диск и все еще вопрос жесткий диск должен быть круглосуточно подключен к сети а так понимаю совершенно верно если ты не в сети но своего компьютера информация не не выдается смотрите я допустим как собственник контента храню как бизнесмен я хочу обратиться туда зайти сам себе в сеть и подтянуть какой-то документ а если это надо не в сети то ей оплата не идет так как существует копии соответственно просто мой контент прилетает с другой номер и она получает а если мы берем чтение информации да там сотни миллионов запросов в секунду да если моя много не в сети и я конечно не зарабатывать поэтому рекомендация но тогда смотри следующий вопрос они пол если например человек будет держать компьютер круглосуточно включенным но не получится ли так что он по итогам месяца больше за электричество отдаст ну чем за работа у нас есть расчеты там он же не занимается майнингом ну да вычисления никаких нет вот допустим это же не обязательно должен быть но это может быть ноутбук стандартный а может быть просто системный блок включен в розетку хорошо тогда вопрос более практический поскольку вот ну сам знаешь подписчики на моем канале это обычные там люди физические лица будем так говорить не бизнесмены допустим у человека есть компьютер или ноутбук с жестким диском от 500 гигабайт он готов предоставлять ориентировочно на какой доход он может рассчитывать в месяц ну на первоначальном этапе это где-то 300 400 долларов как мы запускаемся а потом уже прогрессия 300 400 долларов в месяц в месяц не в день конечно серьезный заработок я бы сказал просто у него он предоставляет место на жестком диске и зарабатывает 300 400 долларов да на первоначальном этапе именно так потом это будет больше потом уже человек может инвестировать в более профессиональное оборудование да то есть они в компьютера допустим есть такие стойки типа типа серверных мощности небольшой сервер который не нужно иметь экран компьютер вставлен в розетку подключена через мобильного устройства нода он смотрит объем памяти на телефоне сколько у него пространство сколько он зарабатывает через мобильное приложение это уже не на компьютере а типа мини сервера стоит у него буквы он зарабатывает тогда дмитрий я уверен что сейчас у многих возникает вопрос если вы ребята готовы платить обычному пользователю 300 400 долларов в месяц почему просто не накупить жестких дисков тем более действительно место на жестком диске сейчас недорого стоит да и просто не зарабатывать самим то есть у людей всегда такой вопрос тогда децентрализация мы же сделали который позволяет децентрализованно хранить информацию почему все всем это интересно нет единого центра хранения жесткие диски это будет храниться у нас опять же самый сервер центр мизу но окей у меня сразу такая мысль в разных городах и в разных странах арендовать и не знаю какие-то помещения там поставить эти жесткие диски будет центр или децентрализация разве нет но все равно мы будем тогда являться операторами данных потому что информация поступает к нам к одним и здесь есть риски какие если по нам удар по компанию информация ну да конечно а в случае с база данных вот представьте допустим я разработчик мы разработали код алгоритм запустили вот ко мне пришли и меня убрали все сеть сама без нас живет она сама без нас существует мы не являемся через нас данные не проходят они не поступают к нам а потом централизованную сеть деньги через нас тоже не проходят есть централизованная база данных любой человек он взять монеты по инструкции подключиться к сети без нас и данных напрямую идут туда и деньги точно также без нас в этом то есть прелесть децентрализации децентрализованных систем вот я могу стать майнером сейчас какого-то вообще это могу либо куплю оборудование либо куплю монет поставлю ноду на компьютер все разработчики на это никак не влияет вообще есть вот он работает без нас у нас у самих мы можем себе поставить но мы как основатели у нас есть просто монеты наших продуктов и эти монеты мы берем юридические моменты они будут занесены в юрлицо как актив можно это будет смотреть мы используем различные сейчас гибридные схемы и потом уже на этом можно будет капитализацию самой компании как юрлица поскольку монета на бирже технологии работают можно на это уже привлекать другие капиталы венчурных фондов инвестиций там уже по-другому развиваться это уже отдельные юридические моменты а так вот это прелесть децентрализации то что нет единого человека и нет единой кнопочки может повлиять на проект ну да если ты помнишь вообще как появился интернет да это же пентагоновская разработка именно боялись что советский союз нанесет ядерный удар уничтожит центр управления там ракетами и накроет одновременно сразу всех они думали о том как децентрализовать управление чтобы даже в случае мощного удара чтобы контроля оставался да то есть и вот вот теперь подошли к самому интересному что такое база данных оазис и что такое интернет интернет это обмен информации обмен файлами да правильно база данных оазис это обмен информации децентрализованный обмен файл это тоже самый как бы новая технология интернета которая работает по тому же самому кабелю другому протоколу шифрования когда вы заходите на сайт на сайт на сайте теперь это протокол шифрования у нас другой он идет по тому же камеру другом протокол и децентрализован база данных оазис по сути села от альтернативный интернет интересно но это уже более глобально объяснять я думаю мы на вот наших вебинарах которые мы проводим совместно часто выступают на конференциях те кто за нами будет следить мы более будем подробно объяснять что это интересно как говорится за час почти беседуем такое ну много интересных моментов я узнал да насчет солидар клуба ну собственно какие видите какие видишь перспективы сотрудничества солидар клубом ну шикарная перспектива во первых мы познакомились довольно таки давно это уже порядка 3-4 месяцев прошло очень импонирует подход именно организаторов солидар клуба поскольку они все-таки мониторит проекты заинтересованы в развитии своего клуба и чем серьезный проект серьезнее проект находится на платформе тем соответственно больше людей приходит туда участие потому что если следить уже сайте рынком там сами знаете что происходит сегодня открыли завтра закрылись а тем более связано с криптовалютой это нет времени изучать это раз ввести в заблуждение очень легко два много всего интересного поэтому есть разные инструменты сами знаете спекулятивные инвестиции которые приносят доход алгоритмическая торговля роботизма принципа один и тоже среднесрочный предосрочный в нашем случае идет инвестиция в технологии скажешь можно купить монет дождаться высокого курса и продать те люди которые хотят зарабатывать постоянно они в основном инвестируют в технологии инвестиции технологии когда ты все-таки становишься фармер и на регулярной основе о чужой информации на своем жестком диске зарабатываешь причем ты деньги никуда не тратишь этот депозит же лежит у тебя то есть надоело тебе ты снял продал все ты не фарма поэтому тут надо понимать что у нас все таки такая инвестиция технологии которые быстрый доход сразу же не принесет но он будет расти постоянно и в ноябре мы запускаемся и сейчас уже многие люди покупают вот как раз но пусть определенное количество монет на гарантийный депозит насколько уже где-то продано порядка 100 таких вот но на данном понятно но дмитрий в заключение вот ты упомянул что там бизнесом занимаешься давно разные были периоды там был были и удачные и неудачные моменты вот но я думаю что это любого касается вот что можешь порекомендовать ну тем людям которые может быть сейчас находятся в сложной ситуации что-то не получается что-то не идет то есть какое качество но с твоей точки зрения именно помогает преодолеть вот эти трудности и двигаться дальше самые два главных качествах ну не два никогда не не сдаваться они останавливаются всем прекрасно это знаем то есть самое главное качество всех бизнесменов которые добились результата это настойчивость и нас первое достижение своих целей книг на эту тему написано очень много всех авторов прекрасно знаете и дэн карнеги нас на основе этой книги написаны все остальные по большому счету миллионы хиллы думаю богатей таких очень много бедный папа богатый папа колоссальное количество там везде есть определенные вещи как ни один бизнесмен не стал сразу миллионером взлеты падение разорение но как правило никто не останавливался и он формировала глубоко к себя команду прежде всего единомышленный бизнес-то работает с идеей которая пришла тебе в голову насчет этой идеи информации начинаешь делиться с каким-то окружением и тебя появляются ну так скажем люди которые верят в твою идею возможно это знакомые а скорее всего мало знакомые тебе люди с которыми ты познакомился формируется некий костяк а дальше за счет этой энергетической работы именно этой команды об этом узнают все остальные то есть это так работает главное не останавливаться а те кто находит сложная ситуация как правило это хорошо можно сделать анализ сделать выводы и не повторять этих ошибок ну и присоединяться команде единомышленников чтобы зарабатывать серьезные деньги сейчас технологии позволяют хорошо спасибо тебе большое дмитрий за интервью всем нашим слушателям и зрителям пожалуйста подписывайтесь на канал следите за деятельностью компании оазис в дальнейшем также заходите на наши совместные встречи солидар клуба потому что на этих встречах дмитрий его команда периодически рассказывают о том какие новости происходят в компании что интересного в компании происходит ну и думаю в дальнейшем мы будем держать вас в курсе что происходит дальше дмитрий спасибо большое спасибо большое андрей рада пообщаться до новых встреч пока global star club возможности безграничны